МФЦ Более 200 государственных и муниципальных услуг могут получить жители региона в многофункциональных центрах. Подробнее о работе МФЦ нам расскажет исполняющая обязанности директора многофункционального центра Людмила Уценко. Вот что такое МФЦ? МФЦ – это многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Как известно, органы государственной власти и местного самоуправления предоставляют населению и юридическим лицам на сегодняшний день широкий спектр государственных и муниципальных услуг. Например, такие услуги, как государственная регистрация недвижимого имущества, регистрация индивидуального предпринимательства, предоставление земельного участка, оформление пенсии, различные социальные выплаты и так далее. Обычно заявитель, которому нужна услуга от государства, приходит в нужный ему орган власти и пишет заявление о предоставлении той или иной услуги. Проблема заключается в том, что при всем многообразии учреждений человек сам должен ориентироваться, в какую структуру ему обратиться, где она находится и какие документы необходимо предоставить. То есть к вам приходишь и уже можно получить все государственные услуги, которые может предоставить ваш центр? Да, на сегодняшний день мы оказываем 205 государственных и муниципальных услуг. По сравнению с предыдущим годом мы могли предоставить только 60 государственных и муниципальных услуг. То есть это количество возросло их более чем в три раза. А вот какие самые популярные, с какими просьбами, с потребностями приходят жители региона? Ну, самые популярные это, конечно, услуги управления Росреестра, регистрация недвижимости. То есть кто-то покупает квартиры, кто-то продает, кто-то оформляет земельные участки и так далее. Самые наиболее также услуги у нас соцзащиты и оформление паспорта, замена паспорта. Это федеральная миграционная служба. Это самые такие вот наиболее популярные услуги наши. Но вы сказали, что почти в три раза увеличилось количество услуг. Вот какие добавились? Ну, добавились, получается, вот новые у нас по пенсионному фонду мы раньше не оказывали услуги, к сожалению. Сейчас, на сегодняшний момент, мы уже оказываем. Могу перечислить из них это предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателем трудовой пенсии по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Сеера. Также услуга выдача гражданам справок о размере пенсии, прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, прием заявлений о доставке пенсии, услуги Федеральной налоговой службы, предоставление сведений, содержащих в реестре дисквалифицированных лиц в ЕГРН, ЕГРЮ и ЕГРИП. Также услуга по МВД у нас новая, это выдача справок о наличии, отсутствии судимости и факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования. Это вот на сегодняшний день у нас новые услуги. А вот в каких населенных пунктах уже открыты отделения, где жители могут обратиться в многофункциональный центр, не выезжая из населенного центра? Да, сейчас я вам перечислю, потому что я и наизусть не могу сказать. Значит, на сегодняшний день у нас открыто 10 удаленных рабочих мест МФЦ в сельских поселениях. Это административные центры Великовисочная, Оксина, Тельвиска, Красная, Нель-Минос, Нижняя Пеша, Харута, Ома, Несь и Амдерма. Всего, получается, в МФЦ с посетителями работают 31 универсальный специалист, из них 14 на Ринмаре, 7 в поселке Искателей и 10 на селе. Но до полного развертывания сети МФЦ в 2015 году предстоит открыть еще 8 офисов МФЦ в населенных пунктах округа Индиго, Харивер, Устькара, Анди, Каратайка, Коткино, Бугрино и Шойно. Ну, почти всех населенных пунктов будет присутствовать офисы. Ну, практически, да. Хорошо, спасибо большое. Напомню, в гостях программы был исполняющий обязанности директора многофункционального центра Людмила Луценко. Прожиточный минимум за первый квартал увеличился на 9,5%. Стоимость потребительской корзины, а также расходов по обязательным платежам и сборам за первые три месяца этого года составляет 18 168 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен на уровне 18 900 рублей. Для пенсионеров – 14 723 рубля. Для детей – 19 646. Величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации региональных социальных программ, а также для оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам. Вызвать полицию одним нажатием кнопки возможно. В целях обеспечения безопасности населения отдел вневедомственной охраны ввёл услугу «Горячая клавиша». Во многих регионах страны она используется уже давно и довольно успешно. О том, как пользоваться тревожной кнопкой, рассказала пресс-референт вневедомственной охраны Екатерина Кузьменко. При подключении услуги определенные клавиши на вашем телефоне программируются на номер экстренного вызова вневедомственной охраны. При этом не требуется заключение дополнительного договора с операторами сотовой связи, не требуется оплата за подключение. То есть подключение совершенно бесплатно. При возникновении внештатной ситуации вы можете одним нажатием клавиши экстренно вызвать наряд полиции. При этом по телефону ничего говорить не нужно. Таким образом, телефон становится аналогом носимой тревожной кнопки, отмечают специалисты. Где бы вы ни были, находясь в опасной ситуации, вы можете рассчитывать на оперативное прибытие наряда полиции. Услуга доступна для всех жителей Наринмара и поселка-искателей круглосуточно. Подробную информацию об услуге «Горячая клавиша» можно получить по телефону отдела вневедомственной охраны 421-41 или 420-87. 500 тысяч рублей выделили из окружного бюджета на поощрение успешных спортсменов и их наставников, изменив при этом порядок назначения выплат и размеры единовременного денежного вознаграждения. Принципиальные изменения коснулись мастеров спорта России и мастеров спорта России международного класса. За присвоение этих званий спортсмены получат 15 тысяч рублей. За мастера спорта России – 10 тысяч рублей. Такая же сумма причитается тренеру. Во всероссийских соревнованиях среди молодёжи и юниоров по базовым видам спорта вознаграждение причитается участникам, попавшим в десятку лучших – от 5 до 12 тысяч рублей. Самая крупная выплата – 30 тысяч рублей – полагается спортсменам, поднявшимся на первую ступеньку пьедестала в чемпионате Спартакиаде или Кубке России, а также их тренерам. С 1 мая в Ненецком округе повышаются тарифы на авиабилеты местного сообщения. Соответствующее постановление было подписано управлением цен и тарифов округа в конце марта. Повышение составит 10%. Эта мера – одна из пунктов антикризисного планирования предприятия. Полученные от авиабилетов доходы не покрывают всех затрат. Частично недополученные доходы компенсирует окружной бюджет. Остальную часть предприятия будет получать за счёт увеличения тарифов на авиаперевозки. Для того, чтобы сохранить возможность людям перемещаться, пользоваться услугами авиатранспорта, для того, чтобы не сокращать количество рейсов, чтобы была доступность авиаперевозок, было принято такое решение. Это уже второе повышение цен на авиабилеты в этом году. Первое было в январе. Общее повышение составило 20%. Удорожание тарифов также коснулось городского и водного транспорта. Ура Победа в России продолжается акция, приуроченная к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это возможность приобщиться к истории Победы с помощью современных технологий. Впервые она стартовала в 2010 году. В ней приняли участие почти 21 миллион человек. Позвонив на бесплатный номер 1945, вы сможете установить в качестве гудка или звонка своего мобильного телефона одну из мелодий песен военных лет. «Тёмная ночь», «Прощание славянки», «День Победы», «Катюша» или «Синий платочек». Также через этот номер можно подключиться к мобильному сериалу «Этот день Победы». Чтобы из фодок социнформбюро узнать о том, что происходило на фронтах Великой Отечественной войны ровно 70 лет назад. Кроме того, есть возможность получить ссылку для скачивания эмблемы акции и мобильного приложения «70 лет Победы». В администрации Заполярного района до 30 апреля проходит оформление льготной подписки на газету «Нярияна Виндер» на второе полугодие. Бесплатно получить «Нарьянку» смогут жители района, имеющие звание ветеран труда и ветеран труда Неницкого округа. Предоставить заявление необходимо тем жителям района, которые не оформили подписку на первое полугодие, получили звание в текущем полугодии, сменили место регистрации или достигли возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Заявления принимаются по адресу поселок Искателей, улица Губкина, дом 10, кабинет 207. При себе необходимо иметь паспорт и удостоверение ветерана. Более подробную информацию можно получить по телефону 472-16 и 481-40. Задать вопросы и получить личную консультацию вы можете на приеме народных избранников. Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Неницком округе информирует о датах личного приема депутатов. 27 апреля воспримет Ольга Старостина, депутат городского совета. 29 апреля прием ведет Сергей Хабаров, депутат окружного собрания депутатов. 30 апреля Алексей Детятев, депутат совета Заполярного района. Прием проходит с 14 до 17 часов по адресу улица Смедовича, дом 20А, здание культурно-делового центра Арктика, вход с площади Марат Сей. Телефон для справок 2-16-90. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова